сегодня поговорим про то что волнует умы очень многих очень много скажем так хайпа вокруг этой темы это искусственный интеллект его использование но поговорим конкретно про персонализацию супер персонализацию и пытаемся понять хорошее ли это благо удобства ли это для пользователей да для нас или это все-таки угроза безопасности сегодня у нас большой список гостей начну их всех представлять по очереди прежде всего юрий колотаев аспирант факультета международных отношений с пбгу и также член молодежного совета кондиционного центра доменов юрий помогал как раз таки собирать сегодняшний эфир юрий добрый вечер добрый вечер дальше идем наталья клюева кандидат философских наук доцент философского факультета мгл имени ломоносова наталья тоже вас приветствую далее базаркина профессор кафедры международной безопасности и внешнеполитической деятельности россии институте права и национальной безопасности ранхикс дарья добрый вечер спасибо что вы с нами сегодня и еще один гость андрей игнатьев научный сотрудник кафедры цифровой экономики искусственного интеллекта в мгимо не видела включился ли андрей но должен был андрей вы с нами да илона отлично вами но помимо мгимо я еще возглавляю аналитику в центре глобальной тек операции да еще одна дружественная нам структура глобальный центр и тек операции все правильно вот такой у нас сегодня звездный состав надеюсь что будет у нас интересная дискуссия тогда чтобы не терять времени поскольку у нас два часа в распоряжении я передаю слово юрию и он как раз нам даст контекст дискуссии о чем же сегодня у нас пойдет речь юрий пожалуйста да еще раз всем добрый вечер его если можно там вот первый слайд включить так как у нас сегодня тема касается частного случая или частного момента связанного с искусственным интеллектом я постараюсь для введения в курс дела опустить излишние детали про сам искусственный интеллект и поговорить больше про понятие персонализации и сверх персонализации супер персонализации гипер персонализации тут не столь важно как мы это называем больше важна суть того явления о котором мы говорим и перед тем как понять в чем разница между просто персонализации и сверх персонализации надо понять как мы вообще пришли к такому переходу тут важно понимать все вопросы которых мы сегодня поговорим они происходят естественно информационном пространстве и за последние несколько лет информационное пространство меняется сильно меняется под воздействием двух глобальных трендов первый серьезный тренд это то как социальные сети и другие скажем так платформы ресурсы которые мы используем на повседневной основе видоизменяются они видоизменяются под воздействием и большого притока пользователей и внедрение новых алгоритмов скажем так выдачи контента и в частности здесь подключается и второй тренд а именно тренд внедрения искусственного интеллекта машинного обучения нейросетей и так далее в сами социальные сети в их внутренние алгоритмы то есть по сути у нас на данный момент в информационном пространстве происходит такое вот совмещение до развития самих социальных сетей социальных платформ и искусственный интеллект как глобальный тренд о котором сейчас много говорится он проникает и в информационное пространство здесь два главных последствия такого совмещения искусственный интеллект становится основой большого количества сервисов практически любой сервис имеющий миллионные аудитории он так или иначе интегрировал себя разные степени сложности искусственный интеллект но здесь за примерами далеко ходить не нужно дали тот же любая соцсеть будет генерировать поиска выдачи новостные поисковые любой контент который будет предлагать он будет строиться скорее всего на основе искусственного интеллекта потому что мы как пользователи оставляем за собой цифровой след который бы еще и данные который производит большие данные на основе которых нам хорошо можно выдавать те или иные другие данные или информации здесь как раз мы переходим от персонализации к сверх или супер персонализации потому что если до этого без искусственного интеллекта алгоритмы стремились также персонализировать выдачи но на основе более простых скажем так условности то искусственный интеллект благодаря опять же машинам обучению и нейронным сетям делает это более эффективно и он может объединять намного большее данные чем раньше для нас когда пользователи это конечно же происходит чаще всего незаметно потому что мы не видим эти все вычисления мы видим только конечный результат но это делает очень комфортным использование большого количества сервисов можно следующий слайд и вон пожалуйста в целом проникновение искусственного интеллекта в цифровую среду как и в принципе любая технология имеет негативные положительные последствия здесь можно много спорить и об этом мы наверное в основном будем сегодня говорить про положительные моменты тут много у меня написано на слайде но я могу все наверное обобщить в одном тезисе что по сути самое главное что принес искусственный интеллект сервисы в платформы и так далее это конечно же более персонализированную и даже супер персонализированную выдачу которая нас заставляет чаще всего дольше пользоваться платформой которая делает выдаваемый контент нам более интересным и в целом условия использования информационной среды благодаря такому проникновению искусственного интеллекта становится намного удобнее комфортнее и так далее но здесь возникает сложность потому что если бы искусственный интеллект просто как-то сам подбирал все эти данные и выдавал нам хорошие интересные выдачи это было бы не было бы как таковой проблемой но за этим кроется большое количество данных тот самый цифровой след о котором я сказал чаще всего это может быть чувствительная информация это может быть достаточно тонкой информации которую мы не всегда даже знаем что сами раскрываем и отсюда возникают сложности с использованием искусственного интеллекта прежде всего первый здесь момент это этика скажем так применение искусственного интеллекта и вытекающий отчасти даже самостоятельная сфера это угроза злонамеренного использования искусственного интеллекта и о том и о другом мы сегодня поговорим более подробно у нас есть специальные спикеры на каждую по сути из этих проблем но вот между плюсами и минусами использования искусственного интеллекта как раз и находится та самая суперперсонализация которая у нас заявлена как основная тема потому что суперперсонализация она возникает благодаря скажем так интеграции искусственного интеллекта в цифровую среду это дает нам плюсы но вместе с тем возникают все вот эти тонкости можно следующий слайд опять же более подробно и про этику и про злонамеренно используя искусственного интеллекта мы поговорим с нашими остальными спикерами но для того чтобы понимать почему эти два аспекта выделены как отдельные почему они для нас важны тут стоит сказать следующие вещи этика цифровая этика до становится таким же глобальным обсуждаемым явлением как и сам искусственный интеллект и в отношении искусственного интеллекта здесь существует много проблемных моментов опять же супер или сверхперсонализация приводит к перспективам очень болезненного использования разных наших данных кроме того сам искусственный интеллект развивается и в частности сейчас одна из наиболее скажем так передовых технологий связанных с искусственным интеллектом это вопросы эмоционального анализа точнее анализа эмоциональных данных которые мы также оставляем в сети и по мере усовершенствования алгоритмов и самого искусственного интеллекта мы можем опять же еще больше оставлять данных которые делают выдачи еще более персонализированными но если бы все ограничивалось только выдачами, проблема была бы, наверное, не столь большой. Другое дело, что этика использования искусственного интеллекта, это больше касается, наверное, бизнеса и самих пользователей. Но есть, скажем так, акторы, которые не находятся в рамках этой парадигмы, это, скажем так, акторы, которые стремятся использовать имеющиеся технологии с злонамеренным каким-то подтекстом, то есть у них есть какой-то умысел неблагоприятный для нас, как для пользователей. И здесь как раз-таки тема злонамеренного использования искусственного интеллекта, она имеет колоссальное значение, потому что это находится несколько за пределами этического регулирования. Тут вопрос уже касается не того, что мы хотим, а чего мы не хотим. Это скорее вопрос, как нам противодействовать тому, что имеет характер. Если говорить про персонализацию, то, конечно же, самая большая проблема в контексте злонамерения, злонамеренного использования, это возможность таргетировать или очень точно определять какие-нибудь информационные атаки. То есть если мы на повседневной основе сталкиваемся просто с информационными выдачами, которые нам могут быть интересны, то злонамеренный актор может это использовать в своем русле. Он может использовать это для внедрения фейковой информации, либо дезинформации, разжигания риторики ненависти на основе достаточно точных и персонализированных данных. Собственно, чаще всего это касается, конечно, политической сферы, но злонамеренное использование искусственного интеллекта, конечно же, выходит и за рамки политической сферы, но именно, наверное, в политике это наиболее чувствительно и визуализировано, и плюс это много обсуждается. Наверное, на этом я бы хотел передать слово нашим другим спикерам. У меня там еще один слайд был касательно, скажем так, ну это то ли выводы, то ли какие-то общие рассуждения, но, наверное, к ним лучше вернемся в завершении нашей дискуссии. Хорошо. Юрий, спасибо большое за вводную такую часть. Давайте-то закончим с еще одними вводными, да, и поговорим сейчас про злонамеренное использование. Я здесь передам слово Дарье, поскольку у Дарьи как раз есть что сказать по этой теме. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Я тему злонамеренного использования сегодня хотела бы осветить в таком более узком ключе, потому что моя основная проблема – это терроризм и злонамеренное использование искусственного интеллекта. И в этом отношении в контексте сверхперсонализации действительно есть что сказать, потому что манипуляция террористов, вообще коммуникация террористов с разными аудиториями – это и широкая общественность, и власти страны, на которых террористы пытаются повлиять, чтобы те приняли выгодные политические решения, или же, скажем, просто освободили часть заключенных членов террористической организации. Все эти коммуникационные приемы, в общем, существовали и до искусственного интеллекта, и террористы искусственно увеличивали свою численность, беря, например, различные псевдонимы, называя каждую маленькую группу отдельным именем, чтобы создать впечатление массовости, и обращались к разного рода риторике, скажем, риторике социальной справедливости, как ультралевая, ультраправая риторика без прикрытия, она, в принципе, была всегда свойственна террористам. Сейчас вот международный терроризм манипулирует понятиями религиозными, религиозными категориями, и террористы всегда использовали какие-то психологические приемы. Но надо сказать, что искусственный интеллект расширяет возможности не только в общественно важных областях, как медицина, образование, промышленное производство, но и в пропаганде всего чего угодно, в коммуникации с общественностью, и это важный психологический аспект. К примеру, есть такое понятие социальная инженерия. Социальную инженерию все чаще реализуют преступники в киберпространстве. Специалисты в сфере информационной безопасности, прежде всего практики, называют социальной инженерией психологические манипуляции с целью заставить человека поделиться конфиденциальной информацией, которая будет применена потом ему во вред. Ему или организации, в которой он работает, и в случае более серьезных атак даже всей стране. Есть более расширенные трактовки термина социальная инженерия. Например, исследователь Андерсон говорит, что социальная инженерия не сводится только к воровству приватной информации, и речь может идти также о том, чтобы заставить людей поверить в информацию ложную. То есть фейк-ньюс в данном случае тоже можно считать по этому определению примером социальной инженерии. Есть определение социальной инженерии, как любого акта, который влияет на человека с той целью, чтобы он предпринял какие-либо действия, выгодные манипулятору, и при этом эти действия могут быть и в пользу того, на кого идет воздействие, то есть в пользу манипулируемого, и во вред. Так как мы сегодня говорим о террористах в рамках моего доклада, я остановлюсь на том, как социальная инженерия, конечно, используется во вред. Есть много примеров уже применения социальной инженерии преступниками. Так, например, преступники используют различные модели машинного обучения, прогнозные аналитики, чтобы заставить людей передать какие-либо пароли, другие конфиденциальные данные, даже компрометирующие, передать какие-то секретные данные, которыми располагает их организация. И, соответственно, многие очень специалисты сходятся на том, что сегодня самая уязвимая деталь в социальной инженерии, в цепочке – это человек. Это не компьютер, не сам по себе алгоритм, который может, конечно, быть изменен, но основное воздействие идет именно на человека. Чаще всего в качестве социального инженеринга называют фишинг и фарминг. Преступники получают доступ к конфиденциальным данным путем массовых рассылок электронных писем. Или от имени популярных брендов, или путем псевдоличных сообщений внутри различных сервисов, внутри тех же социальных сетей. При фарминге, используя конфиденциальные данные, преступники могут засылать на атакуемый компьютер вредоносное ПО, и человек, жертву психологической манипуляции, идя по ссылкам на компьютере, на котором уже установлено это ПО, идя по совершенно своим знакомым сайтам, попадает на сайты поддельные, через которые уже может быть осуществлено и воровство средств, и воровство других данных. Так вот, террористы. Сегодня социальная инженерия с целью заставить общественность или конкретного человека поверить в ложную информацию, активно террористами используется при пропаганде своей идеологии и вербовке новых боевиков, прежде всего. Среди примеров можно назвать злонамеренное использование ботов, в том числе и с применением искусственного интеллекта. Коммуникация собственных экстремистов на различных платформах, боты цепляются за трендовые хэштеги, отправляют поток сообщений в поддержку того же запрещенного в России исламского государства, и организация получает ссылки, получает информацию о том, какие дискуссии в тренде, в социальной сети или в мессенджере включаются в эти дискуссии, и также может дальше использовать ботов, чтобы отправлять уже тоже многочисленные сообщения в поддержку выгодных им идей, начинаний, и глушить те мнения, количеством глушить, которые не укладываются в их виденье. И вот как террористы прошлого искусственно увеличивали численность в своей пропаганде своих группировок, так теперь с помощью ботов в том же Телеграм, игиловцы, то же самое по сути и делают. Так вот, исламское государство, такая же запрещенная в России Аль-Каида, их сторонники используют ботов в Телеграм для предоставления доступа новым пользователям к различным архивам террористического контента. Боты используются для того, чтобы помогать регистрироваться на курсы по физподготовке, конечно, посредством тому же своих инструкторов, задавать вопросы о миграции, в том числе в Сирию или Ирак, запрашивать материалы для распространения, даже праздничные поздравления рассылать. И таким образом террористы могут использовать ботов или для установления повестки дня, включаясь в дискуссию, или для координации активных и потенциальных боевиков и, как следствие, расширять свою аудиторию. Причем эта аудитория активных пользователей существующих продуктов. И я буду обращать внимание, ну, в силу регламента я не буду об этом очень подробно. Могу еще добавить, что в пропагандистских целях террористы хотели бы привлекать в свои ряды не только пользователей, но и разработчиков, и в частности, тех разработчиков, которые занимаются средствами коммуникации, воздействия на массовое сознание. В частности, в марте 2021 года медиагруппа, аффилированная с Аль-Каидой, призвала сторонников создавать платформы для демонстрации своей поддержки Аль-Каиде за пределами мессенджера Телеграм. Потом они говорили о том, что набирают через Рокетчат и Телеграм кадры с различными навыками в сфере медиа. И таким образом, несмотря на архаичную идеологию, террористы намерены использовать все средства, даже самые передовые ботов, мы уже коснулись, для ее продвижения. И, например, может в корне изменить механизм террористической вербовки, касаясь проблемы сверхперсонализации и цифрового следа. Традиционный вербовщик террористической организации, человек-вербовщик из старых времен, всегда нуждался в определенном времени, усилиях, чтобы войти в доверие жертве. Узнать сильные и слабые стороны вербуемого. Сильные, соответственно, для того, чтобы ответить на вопрос, как вербуемого можно задействовать, боевик ли это, вербовщик ли новый, переводчик и так далее. А слабые стороны для того, чтобы склонить к вхождению в организацию. И вербовщик должен был задавать вербуемого много личных вопросов. Есть ли проблемы в работе, хочется ли каких-то новых целей, более высоких горизонтов, самореализации, есть ли проблемы в личной жизни, нет ли, например, желания жениться или выйти замуж, а средства, например, там не позволяют. И, разматывая потихоньку разные ниточки, вербовщик понимал, как на вербуемого действовать. Отсюда, кстати, очень много случаев вербовки женщин, которым обещали полную семью. И вот эти вот невесты джихада, так называемые джихады, конечно, в кавычках, попадались именно на эту удочку. Так вот, анализ тональности поведения жертвы в соцсетях, на разных интернет-сайтах может очень серьезно сократить время на то, чтобы вербовщику узнать вербуемого. Причем эти механизмы анализа тональности можно запустить сразу, отслеживая несколько личностей. Когда речь шла о том, чтобы устранить какого-то человека, в Тунисе, например, террористы ИГИЛ отслеживали передвижение и активность в соцсетях сотрудников службы безопасности. В случае вербуемого тут есть опасность, что они смогут отслеживать тот самый цифровой след. И для того, чтобы приготовить большое количество сообщений, заманчивое для каждого вербуемого, может в теории быть использована та же технология дипфейков. Дипфейков в самом широком смысле, глубоких фейков, когда видео, персонаж видео может быть наиболее привлекательным для того или иного вербуемого. Я прошу прощения, вышла за регламент. Я, наверное, на этом закончу основную часть и буду... На самом деле, тут есть что продолжить. Мы, наверное, сейчас этику чуть-чуть отодвинем попозже, потому что мне это видится таким таблеткой от этих всех проблем. Вот здесь развернулась замечательная дискуссия в чате. Она созвучна с вопросом, который я хотела задать, собственно, всем гостям. И я думаю, что здесь отвечает не только Дарья, но и вообще все, кому есть что сказать на эту тему. Вот у меня был такой вопрос заготовлен. У кого, у каких игроков, каких акторов должен быть доступ и возможность для вот таких высокоперсонализированных алгоритмов, для их использования? То есть это какие-то коммерческие компании, это политики государства? И вот в чате, собственно, был вопрос выше. Может ли государство использовать вот такие алгоритмы для выявления вербуемых, как-то им противодействовать? Может быть, у журналистов может быть такой доступ к этим системам? Ну, то есть должны ли быть какие-то преференции у акторов для использования таких систем или нет? Или это вообще ящик Пандоры, и стоит его закрыть как можно быстрее? С вашего позволения начну. На самом деле, ответа на этот вопрос еще готового в научном сообществе нет. И мы здесь упираемся в извечную проблему, что злонамеренное использование искусственного интеллекта сегодня связано прежде всего с намерениями человека и слабостями человека, пока еще нет сильного ИИ, который будет решать за нас. С другой стороны, несмотря на то, что консенсуса нет, опыт уже есть. Есть опыт, например, использования спецслужбами больших данных, в том числе и российскими спецслужбами, обработки их в таких программных продуктах, как Аваланч Онлайн, Демон Лапласа, более новые продукты. Это все открытые данные, вы можете их достаточно легко проследить в интернете для выявления социальных связей террористов и для выявления сообщений, содержащих террористическую пропаганду. Это что касается государственных акторов. Не государственные акторы, тут можно вспомнить, к примеру, Европейский Союз, которому по сугубо политическим причинам взаимодействовать с крупными компаниями, с крупными онлайн-платформами гораздо легче, нежели российским властям. Сейчас вот сегодня буквально прошла новость о том, что оштрафован WhatsApp за отказ локализировать данные у российских пользователей. То есть есть трения. Конечно, трения между интернет-гигантами и российским государством зачастую очень носят политический характер. В то же время власти Евросоюза одновременно пытаются получить больший контроль над активностью интернет-гигантов. И сейчас вот, например, разработано новое законодательство, новой европейской комиссии, которая, скорее всего, будет принята. И будет принят закон об искусственном интеллекте в Европейском Союзе, который обяжет онлайн-платформы не только удалять данные, но и своевременно информировать власти ЕС и экспертное сообщество о том, как используются данные злонамеренно. Не будем идеализировать это законодательство, оно в очень большом количестве пунктов направлено против России, потому что по политическим причинам в причинении различного рода гибридного ущерба Евросоюз обвиняет нашу страну. В том числе и в кибератаках эти примеры вам достаточно широко известны. И, к сожалению, в политических декларациях главными акторами гибридных угроз, в том числе и в сфере ИИ, именуются Россия и Китай. Кто должен? Безусловно, политики должны, безусловно, частные компании должны иметь доступ, чтобы свои массивы данных, массивы данных, которые создаются на их платформах, своевременно прочищать от террористической пропаганды, распространять контрсообщения. Это очень узкий пример такой пропаганды. На самом деле, злонамеренное использование и оно и у террористов даже шире. Но это опять вопрос не только доброй воли, но и вопрос не очень благоприятной мировой политической реальности. И тут бы перед лицом новых угроз объединить силы, но политическая конъюнктура, к сожалению, свое дело делает. И, подводя итог, мне хотелось бы сказать, что это задача и международных организаций, и наднациональных органов, и национальных правительств. Конечно, нужен доступ, но нужны... Я не буду... С удовольствием выслушаю экспертное мнение коллеги о том, что же делать с этикой. На самом деле, у нас сейчас идет просто параллельная дискуссия в чате, чего у нас никогда не было. Как раз-таки пытаются понять, что значит суперперсонализация, чем она отличается от обычной персонализации. Может быть, Юрий тогда прокомментирует, прежде чем будем двигаться дальше. Да, уже и в чате, но если проговорить этот момент, тут разница в том, что персонализация, она все-таки присутствовала и на, скажем так, более ранних стадиях. Мы сейчас про сверхперсонализацию говорим в контексте последних, ну, скажем там, пяти, может быть, чуть больше лет, когда на повестку вышло использование и технологий, связанных с машинным обучением, и активно стали обсуждаться нейросети, то есть когда появился тот потенциал, который нужен для обработки колоссального количества данных. Персонализация до этого тоже присутствовала, но в более упрощенных вариантах, потому что так или иначе человек там персонализирует под себя элементарно какие-то информационные каналы, когда что-то подписывается, от чего-то отписывается. Но другой вопрос, когда в социальных сетях или в интернете стали появляться таргетированные выдачи, таргетированная реклама и так далее. То есть граница между сверх, там, супер- или гиперперсонализацией, здесь бы я не проводил никакой разницы между этими понятиями, потому что это все-таки просто приставка, и устаканившегося определения я пока, по крайней мере, не находил. Но суть, что обычная персонализация, вот у совершенственной персонализации отличается просто инструментами и привлекаемыми данными. И объем привлекаемых данных, он увеличивается. Да, вот то, что я вкратце упомянул про эмоциональный искусственный интеллект, если эти интеллектуальные системы будут включать данные не просто, скажем так, того, что более поверхностно, а будут включать более глубокий анализ, да, то же анализ тональностей. Это тоже один из примеров. Отсюда увеличивается степень персонализации выдачи. Она будет ориентирована не только, например, на интерес, но и на эмоциональное состояние человека, ну и на другие любые факторы, которые мы можем здесь в качестве переменных включить. Спасибо. Так, вижу руку Андрея. Комментарий, вопрос? Коллеги, скорее комментарии, связанные с вопросами, которые я пытался задавать, чтобы на самом деле определить и явление, о котором мы говорим, и игроков, которые, скажем так, в это явление играют. В чем отличие понятия супер от персонализации? Понятно, что на основании данных о переписи населения, так сказать, мужчина, женщина, возраст, не знаю, еще какие-то, что там входит. Национальность теперь не входит, вероисповедование не входит, все это закрыто. Можно, конечно, персонализировать, но эта степень персонализации не вызывает, скажем так, опасений. Вот, опасения, так сказать, начинаются тогда, когда действительно появляется основа для суперперсонализации. И здесь может идти речь как раз о тех проектах сбора дополнительных и больших массивов данных, как, например, данные, которые, так сказать, являются основой для китайского проекта с социальным статусом. Ну, или на самом деле в такой категории больших данных можно отнести данные, которые появляются в результате слежения, отслеживания того или иного человека на основании распознающих лица камер, установленных где попало. Именно, скажем так, вот суперперсонализации, которую можно только сделать, на мой взгляд, на основании, так сказать, больших объемов данных, собранных за продолжительный период времени, касающихся всех сторон деятельности, человек, и вот такого массированного цифрового следа, на котором можно делать уже точную настройку на конкретную личность, вот именно это я бы и назвал супер. А в чем опасность? На самом деле, вот Дарья тут приводила пример проекта «Валанж», который, так сказать, нам не так давно, суть которого нам раскрыли. Но понятно, что там речь не шла об контроле именно содержимого, передаваемых и сообщений, и разговоров. Там речь шла об отслеживании именно связей. И вот на огромном массиве таких связей они как раз и выстраивали возможные группы, которые связаны между собой близко, и начинали уже, может быть, такую агентуру проработку этих сей. Во-первых, с точки зрения, когда мы ставили задачу для этого нашего обсуждения, я как раз имел в виду, что суперперсонализация учета, скажем так, моего или чего-то другого цифрового следа может каким-то образом ограничить доступ к значимой для меня информации, потому что то, как я его собираюсь, не значит, что в данный момент мои интересы сосредоточены только как бы на этом. И второе, да, ну это на самом деле пока сбор такого рода информации ведут в основном соцсети, которые постоянно мониторят тебя в течение там 10 лет, многих лет в разных ипостасях и так далее. Вот. И второе, это то, что компании, которые эти данные собирают, не раскрывают ни цели, ни алгоритмы, ни, соответственно, выводы, которые они могут из этого делать. Вот. Второе, скажем так, ну не опасность, а второе, это возникает через суперперсонализацию и накопление данных, это раскрытие целей, для которых будут использоваться собранные ранее компаниями данных. Но опять еще раз говорю, что речь на данный момент пока ведет в основном о социальных сетях. Скорее вот проекты, связанные со сбором государственных данных, это пока только Китай. Спасибо. Спасибо. Смотрите, у нас есть комментарии в чате и такие открытые вопросы. На самом деле, когда мы говорим про суперперсонализацию, да, вот эти вот алгоритмы, мы же не говорим про какой-то один алгоритм, про какую-то одну коробочку, где все лежит. То есть понятно, что это какие-то массивы, которые есть в тех же соцсетях, где-то есть какие-то базы государственные. И все это действительно как-то может быть перемешано, да, есть какие-то обогащения данных. И тут уже встает вопрос ответственности, во-первых, и принципов, да, по которым все это происходит. И вот здесь как раз хороший мостик перекидывается в сторону этики, потому что вот эти обмены данными, да, обмены массивами, законные или незаконные, теневые, они все равно останутся, они никуда не денутся. И здесь как бы уже тогда вопрос встает, по каким принципам все это регулировать. И вот здесь я тогда передаю слово Наталье, что нам говорит Этика по этому поводу. Еще раз добрый день, коллеги. Спасибо за приглашение к участию в этой дискуссии. Я не уверена, что я дам ответы. Скорее философы ставят вопросы более точно. Ну, какие-то проблемные точки хотелось бы, конечно, указать. Ну, я думаю, что, во-первых, хорошо, что гуманитарный взгляд востребован на технологии. Это говорит о том, что технологии развиваются, в первую очередь, искусственный интеллект, ну и, конечно, информационные, цифровые технологии, коммуникационные. И, с другой стороны, говорит о том, что раз приглашают гуманитария, значит, затронуты какие-то сферы жизни общества, происходят значимые культурные трансформации. И, в общем-то, общество ждет новых, возможно, ориентиров, в том числе гуманитарных. Здесь, конечно, я бы хотела немного осветить такую сферу, философскую сферу, на самом деле, как этика технологии, этика искусственного интеллекта. Есть такое отдельное направление. Оно может пониматься двояко. Там есть область, которая занимается непосредственно, скажем так, машинной этикой. То есть это этика автономных агентов, как создавать моральных искусственных агентов. Это происходит в связке именно с инженерами, скорее. А вторая область, я думаю, что это как раз то, что нас с вами интересует. Это, скажем так, робо-этика, это, так скажем, этичное использование искусственного интеллекта, создание этичного искусственного интеллекта и так далее. То есть вопрос о том, как нам использовать технологии морально, как создавать эти технологии, как их внедрять и так далее. Ну, здесь, вот мне кажется, это как раз более интересно в рамках нашей с вами дискуссии, эта тема. Здесь очевиден общественный интерес, международный интерес к вот таким этическим аспектам применения искусственного интеллекта. Так или иначе, эта проблематика присутствует в большинстве национальных стратегий развития искусственного интеллекта, да, где, ну, правда, обычно это указывается не столь подробно, ну, например, что вот да, действительно, нам нужно создавать такой искусственный интеллект, чтобы его взаимодействия с человеком были этичны, нам нужно заниматься выработкой соответствующих этических норм. Есть документ, который мне очень нравится, это проект рекомендации об этических аспектах искусственного интеллекта, который был предложен ЮНЕСКО, большой документ, предложен был в 2020 году, ну, в общем, это не утвержденный проект еще, но, тем не менее, достаточно проработанный. В общем, о чем он говорит? Он говорит о том, что, безусловно, у нас есть определенные базовые ценностные установки, с которыми мы должны подходить к предоставлению искусственных интеллектуальных систем. Это, в общем-то, стандартные вещи, уважение, защита, поощрение человеческого достоинства, прав человека, основных свобод, благополучие окружающей среды и экосистем. Дальше, какие же принципы должны быть у искусственного интеллекта, принципы работы, чтобы, в общем-то, этим ценностным установкам соответствовать? Ну, вот перечислим некоторые из них, которые, как мне кажется, сегодня уже прозвучали, прозвучали, как бы отсылки к ним уже прозвучали. Ну, во-первых, это принцип непричинения вреда и обеспечения безопасности человека и окружающей среды, что требует, безусловно, процедуры оценки таких рисков, поработки вопросов кибербезопасности. Это как раз то, о чем мы и сегодня говорили. Примеров огромное количество. Помимо терроризма, особенно в связке искусственного интеллекта и цифровых коммуникаций, распространение фейк-ньюс, что может, собственно, привести к социальной нестабильности и так далее. Примеров здесь много. Далее, это справедливость и отсутствие дискриминации. Здесь также примеров, скажем так, отрицательных тоже достаточно много. Ну, такие уже классические, наверное, примеры – это случаи компании Amazon, когда они использовали дискриминирующий такой алгоритм подбора персонала в свою компанию. Он оказался гендерно ненейтральным. В общем, в итоге они его дорабатывали, доработать им ничего не удалось. Примеры есть с Google. Не знаю, ну, в общем, огромное количество, на самом деле, этих примеров. Кстати, вот упомянутый уже Андреем пример с камерами наружного наблюдения. Тоже, значит, технологии распознавания лиц, которые работают при помощи машинного обучения. Есть примеры, где доказано, что в отношении различных, значит, ну, там, возраст по возрасту, по полу и так далее, представителей, да, вот эти изображения, они распознаются с разной долей вероятности. То есть, если ваш тип, ваш типаж часто встречается в обучающей выборке, вас распознают быстрее, с большей долей вероятности. Это значит, что вам преступление, например, совершать, ну, невыгодно. То есть, вас поймают быстрее, допустим. Ну, получается, что… А кто-то может совершать, вот кто-то, кто обладает внешностью, у которой выборки мало, значит, ну, у него шансов быть пойманы меньше. Это если мы предполагаем, что вот эти камеры наружного наблюдения используются для поимки преступников, например. То есть, у них благие такие цели. Но мы видим здесь, например, дискриминацию. Что еще? Неприкосновенность частной жизни, подконтрольность, подчиненность человеку, признание за человеком права принимать конечные решения и нести за них ответственность. Здесь тоже очень много дискуссий на эту тему, поскольку, опять же, появляются технологии, которые используют искусственный интеллект и будут принимать решения в автономном режиме в отношении, в частности, жизни и смерти людей. Это, в первую очередь, дискуссии об автономном летальном вооружении. Здесь широко идет дискуссия международная с участием общественных организаций, представителями разных стран. Когда речь идет о вооружении, вы понимаете, что тезис стандартный для гонки вооружения, он всегда работает. То есть, если мы не будем, то другие изобретут и нападут на нас. Поэтому надо развивать любое возможное вооружение. К сожалению, это так. Но, тем не менее, какие-то общественные организации, есть такая организация «Остановите роботов-убийца», она борется за то, чтобы все-таки не допустить искусственный интеллект к принятию таких решений. Но речь идет пока, насколько я знаю, такие летательные аппараты, которые могут цели поражать. Автономный транспорт, безусловно, это тоже вот к этим вопросам относится, поскольку у нас технологически практически эта задача решена. То есть, у нас есть транспорт, который может в автономном режиме перемещаться по дорогам общего пользования, но ему пока не разрешают. То есть, там есть определенные уровни автопилотов, которые разрешены. Это проводят испытания, но по факту здесь мы упираемся в известную философскую проблему, проблему вагонетки, проблему морального выбора, на который, по идее, должен быть способен только человек, поскольку моральный выбор предполагает моральную ответственность, а робот никакой моральной ответственности нести не может. Вот здесь вот такая дилемма. Значит, принятие решений, если это решение о жизни и смерти, то это моральное решение, в том числе и моральная ответственность. Ну, искусственный интеллект не субъект, поэтому такую ответственность нести он не может и не должен. Еще один принцип — это прозрачность в отношении принципа работы интеллектуальных систем. То, о чем сегодня уже говорили. Мы не понимаем, пользователи, как работает эта система выдачи, поиска, вот социального рейтинга в Китае, да, вот по каким принципам мне сегодня можно пойти в кафе, в это там, не знаю, купить билет на самолет, а завтра уже нельзя. Но тут, мне кажется, проблема еще шире. Вот эти, как сказать, технологии машинного обучения, они являются черным ящиком не только для нас с вами, как для пользователей, например, но и даже для тех, кто создает эти системы. То есть это машина, которая обрабатывает данные. Данные зачастую содержат, например, ошибки, неточности, культурные стереотипы. И, соответственно, мы получаем такой непредсказуемый результат. который может оказаться дискриминационным. Хотим ли мы оказаться в ситуации, когда о нашей жизни что-то решает такой вот цифровой тайный суд, если это касается нашей свободы или, например, медицинского какого-то обеспечения, искусственный интеллект в медицине сейчас тоже очень активно развивают. Это такая вот этическая проблема. Поэтому, безусловно, еще одно требование это повышение осведомленности граждан о принципах работы интеллектуальных систем. Это тоже проблема. Ну, ЮНЕСКО также говорит о том, что надо включать в управление развития интеллектуальных систем широкий круг сторон. То есть это и должны быть международные организации, профессиональные сообщества, как вот сегодня, допустим, мы обсуждаем средства массовой информации. Ну и дальше, что мы должны делать? У нас есть эти общие принципы, и мы по факту должны наши конкретные технологии проверять, соответствуют они этим общим принципам. То есть нет ли дискриминации, нет ли возможности злонамеренного использования, нет ли того, что нарушается права человека или его право на то, чтобы он контролировал интеллект, человеческое достоинство. Вот, ну, как-то так этика работает. По крайней мере, теоретическая этика. В теории это так работает. На практике все сложнее. Наталья, спасибо. Много вопросов я задала. Достаточно. Нет, на самом деле очень хорошие вопросы. И я тогда, наверное, даже часть адресую Андрею Знатьеву, поскольку он тоже, если мне изменяет память, знаком с работой, которая ведется в области разработки этических кодексов. Если все так страшно, все так ужасно, и искусственный интеллект проник просто во все сферы уже, и не знаешь, что ни возьми, везде у нас какие-то алгоритмы, что-то они там обрабатывают, собирают про нас. Этот процесс можно вообще остановить? Вот включить в этический кодекс какой-то такой принцип, который запретит вот так вот абьюзить, да, вот эти данные про нас против нас же самих. Да, здравствуйте, добрый вечер. Ну, давайте я отвечу на ваш вопрос в конце своего выступления. Я специально не готовился, вот во время того, как спикеры выступали, я попытался как-то антонологически эту тему разложить. Значит, о чем мы говорим супер- или гиперперсонализация и искусственный интеллект? То есть, давайте попробуем все-таки, чтобы наша встреча прошла с какой-то пользой. То есть, я сторонник того, чтобы мы просто поговорили, а хотя бы что-то поняли, какой-то термин развернули, раскрыли что-то, какую-то взаимосвязь открыли. Значит, ну, давайте тогда пойдем по такому пути, сверхперсонализация. Ну, примерно мы разобрали, что это, хотя я сторонник того, что вот в данном контексте стоит говорить о прозрачности личности в цифровой среде. Наверное, это будет более точный термин, о котором мы сейчас говорим. Сейчас объясню, почему. Значит, и искусственный интеллект. Ну, что такое искусственный интеллект, мы никто не понимаем и не знаем. Определение искусственного интеллекта общего, который согласительный, который согласились бы все и который заложен в стандартах, его пока нет. Он появится в следующем году. Сейчас вот я тоже участвую определенным образом в этом процессе в ИСО. И эта дискуссия идет достаточно сложно. Да, есть определение в стратегии, есть определение в рамках Федпроекта. Оно хорошее, оно неплохое, но говорить о каком-то едином понимании достаточно сложно. И, собственно, мнение достаточно авторитетных экспертов международных в этом отношении склоняется к тому, что у этого, у искусственного интеллекта, наверное, не может быть единого определения, которое бы раскрывал все его сущности и прочее, прочее. И когда мы рассматриваем эти два момента во взаимосвязи, мы должны понять, о чем мы говорим, зачем и куда мы идем. То есть, наверное, стоит говорить о влиянии искусственного интеллекта на уровень прозрачности человека в цифровой среде. Наверное, тематика может быть такая, она интересная, это хорошая тема даже для какой-то диссертации, изучения. И вот давайте в этом мы попытаемся тогда продвинуться. Может быть, сделаем, участники сделают какой-то, внесут свой вклад потом в письменный, и мы какой-то драфт интересного исследования начнем. Это будет интересно для всех, а не просто поговорим. Значит, для того, чтобы понять вот взаимосвязь этих понятий, мы должны понять, что такое человек. Человек, на мой взгляд, очень упрощенно имеет три ипостася. Это, значит, собственно, физическая сущность, это социальная сущность, социальный объект, объект социальных коммуникаций и духовная сущность. Значит, вот в этих трех измерениях, по сути дела, существует некая прозрачность. Ну, наверное, в меньшей степени в первой, потому что просто локализация человека на планете как некого физического объекта, она тоже, кстати, имеет место, наверное, в какой-то геолокации. Значит, дальше идут социальные проблемы и духовная сфера. И здесь рассматривать эту связь прозрачности в цифровой среде социальной сущности и духовной достаточно сложно, если мы будем говорить без предмета. Нужно говорить о конкретном предмете и о конкретном поле. О каких полях мы можем говорить? Ну, прежде всего, это, давайте начнем, экономика торговли, что наиболее материально. Соответственно, прозрачность человека в этой сфере, она достаточно важна, потому что человек – это субъект коммерческих отношений, каких-то торговых операций. Человек – это, в данном смысле, налогоплательщик, в каком-то смысле, значит, может выступать и в других случаях он инвестор. И, собственно, человек – это источник применительно к орудиям труда, источник дополнительной стоимости какого-то товара или какой-то услуги. Соответственно, вопросы прозрачности здесь играют огромную роль. Значит, ну, просто, чтобы не затягивать эту дискуссию, пойдем дальше. Значит, социальная сфера. чем является здесь человек? Прежде всего, это все, что относится к социологии, это большой раздел науки, здесь можно долго раскладывать и, так сказать, разбираться. Но, прежде всего, в социальных отношениях человек важен как избиратель, здесь на него можно влиять путем повышения его прозрачности. человек – это участник социальных отношений, человек – это, собственно, строитель государственной системы, человек – это образует семью как ячейку общества и так далее, и так далее, и так далее. Вот, духовная сфера – это достаточно сложный вопрос. Мы ставим вопрос вообще о наших целях, то есть, откуда мы пришли, кто мы и куда мы идем. И здесь прозрачность наших нашего внутреннего мира и наших духовных установок тоже, безусловно, важна, потому что они формируют эту модель, собственно, это изучает философию в большей степени. Вот, таким образом, мы некую структуру начинаем формировать. Я думаю, что кто-то согласится, кто-то нет, об этом можно поговорить, собственно, и поспорить. Таким образом, возвращаясь, вот, структурируя немножко нашу тему, возвращаясь к вопросу, он был, по-моему, об этике, да? Ну, здесь я не совсем согласен с Натальей, что драфт документа ЮНЕСКО в хорошей степени проработки, то есть, на мой взгляд, мы в нем участвовали, там очень много таких заусенцев, которые, собственно, придают искусственному интеллекту значение гораздо больше, чем на самом деле сейчас на данном уровне развития технологий он играет. В большей степени, когда мы говорим об искусственном интеллекте, в части случаев мы говорим просто о хорошей, очень хорошей системе Excel, где, значит, у нас количество граф там зашкаливает за миллион, да, и в каждой графе заложены большие данные, и в каждой графе примерно там библиотека Ленина. И мы начинаем таргетировать этот Excel, и он выдает там какой-то для нас результат. Вот такие системы это отнюдь не искусственный интеллект, и если вопрос стоит о прозрачности, то чем прозрачнее система искусственного интеллекта, тем она менее является система искусственного интеллекта. То есть, здесь, конечно, речь нужно идти о эвристических способностях, искусственного интеллекта, о его приближении к способностям человека, а это пока далеко не достигнуто, и сильный искусственный интеллект, наверное, это даже не завтрашний день, а в какой-то отдаленной перспективе, хотя, конечно, прогресс идет очень быстро, и здесь каких-то прогнозов, выводов делать достаточно сложно. Что касается этики, да, это тоже предмет моих исследований, один из основных, здесь главное понять, что, говоря об этике в области искусственного интеллекта, пока на данном этапе развития технологий, нужно говорить исключительно об этике поведения человека, который участвует в процессах создания, разработки, внедрения, эксплуатации системы искусственного интеллекта, не более того. И здесь, собственно, стоит вопрос о том, о чем очень хорошо рассказала Наталья, это о защите прав человека, о защите персональных данных. Кстати, вот в теме суперперсонализации, как мы ее назвали, или прозрачности личности и искусственного интеллекта, вопрос о персональных данных, их защите одно из ключевых элементов. Это приватность частной жизни, это управление и управление данными, значит, в интернете или в каких-то экосистемах цифровых, это и, значит, борьба с незаконным, деструктивным контентом, защита детей среди онлайн, вопросы анонимности и так далее, и так далее. Это достаточно сложная тема, и сейчас не хотел бы уходить от нашей дискуссии в область этики, потому что это, так сказать, непрямая тема. На этом давайте я закончу, может быть, какая-то будет у нас дискуссия, какие-то вопросы, и я готов ответить. Спасибо большое. Спасибо. Ну, вот у меня тогда сразу вопрос. раз вы ввели такой термин, прозрачность личности в цифровой среде, тогда вернемся к основному вопросу эфира. Выбираем между удобством пользование какими-то сервисами, получением каких-то услуг, если это уже персонализировано под конкретного человека, гражданина, и вопросом безопасности. Насколько все то, что нам удобно пользоваться, может быть обращено против нас, даже если это не намерено. Вот насколько эта личность должна быть прозрачной сегодня? Стоит ли ее затемнять? Ну смотрите, мы, наверное, ведем речь о анализе следов жизнедеятельности или анализе продуктов жизнедеятельности человека. Эта тема была со времен царя гороха, там что-то написал на скале, что-то кому-то сказал, придумал себе имя и так далее. То есть идет сбор информации у человека. Сейчас, когда мы вот в этих условиях гиперсвязанного мира и гиперавтоматизации больших данных, эта прозрачность безусловно увеличивается, возрастает в колоссальных размерах. То есть здесь речь идет о сборе информации, о самой личности, ее, значит, фамилии, имя, отчество и так далее, то, что мы называем, то, что в милиции называют установочными данными, о деятельности этого человека, чем он занят, где он работает, о жизненных интересах этого человека, о его запросах, о моральных установках этого человека, о мотивах его поведения, о его жизненных планах и так далее. Вся эта информация может быть использована как в экономике, как в социальной сфере, как, например, и в терроризме, о чем очень хорошо рассказала Дарья и так далее, и так далее. То есть, по сути, если упрощать совсем до минимума этот вопрос, нам примерно предлагают такой вариант событий. Вот есть море или там озеро, в нем много рыбы. Садитесь в лодку и начинайте свою рыбалку. То есть, ты можешь сесть в лодку, ты можешь здесь сесть в какой-то надежный баркас, но ты сам решаешь, плыть тебе или не плыть. Если ты хочешь поймать рыбу, ты выбираешь, ты смотришь надежность этой лодки или того плавсредства, которое тебе предлагают, и либо выходишь в море, либо не выходишь. Ты становишься беззащитен перед стихией, в данном случае перед теми многочисленными сервисами и так далее. То есть, в идеальном варианте человек, конечно, должен сам выбирать степень своей прозрачности. И здесь ставят альтернативу участие в общественной и хозяйственной деятельности, реализации своих жизненных планов и защита своей частной жизни. Это, безусловно, баланс. Этот баланс и свою модель, и свою, скажем так, свою позицию, и свой рейтинг, человек, конечно, безусловно, не всегда может выбрать сам, потому что он должен идти на какой-то компромисс. Поэтому эта проблема, безусловно, и философская, и социальная и так далее, и так далее. Хорошо. Вижу руку в Дарье. Дарье, комментарий, ответ. Да, комментарий небольшой. Я бы хотела вот в дискуссию о сверхперсонализации и прозрачности личности немножко добавить подхода с позиции ИИ. Так в кавычках. Мы говорим о сборе данных. Огромное количество данных собирается о нас. О прозрачности мы видны, уже даже сами не знаем, какому количеству разных акторов благонамеренных и злонамеренных. Но есть в этом еще один момент, когда мы помним обо всем об этом, мы, выходя в море, должны еще помнить, воспользуясь вашей метафорой блестящей, что каждый из нас движется в своем собственном течении, которое в этом море формируется. Кто-то в теплом, кто-то в холодном. Мы должны еще помнить, что ИИ помогает создать подход к нам, тот, который нам удобен, нам нравится в самых разных целях, в зависимости от того, каковы цели актора. И если на Ютубе, к примеру, выбор видео, которые нам нравятся, это для нас хорошо, то тут немножко к философии возвращаясь. Проблема с одной стороны человека, который живет в глобальном, цифровизированном, полностью открытом обществе, а с другой стороны, он при этом находится в своей абсолютно замкнутой реальности. И если эта замкнутая реальность в прошлой эпохе как-то формулировалась партиями, книгами, СМИ, в общем, инструментами, которые более-менее поддавались общественному контролю во внешнем мире, в реальной физической жизни, то в мире алгоритмов человек мир, в котором существует человек, он не контролируется извне. И вот я хотела бы спросить коллеги, как вы оцениваете возможности верификации, так скажем, реальности, в которой живет человек, в реальной жизни. Пока еще точка возврата, точка невозврата не пройдена. люди встречаются, будем надеяться, что пандемия это тоже не навсегда. Мы с вами тоже будем надеяться, все здесь не дипфейки, и всегда можем верифицировать то, как развивается реальность, насколько инициативы верификации в реальной жизни вообще действенны, на мой взгляд. Дарья, спасибо за вопрос. Наталья, Юрий, Андрей, кто готов? Я не до конца понял вопрос, но если я правильно понял, я попытаюсь на него ответить. Здесь, наверное, стоит говорить о картине мира. Значит, у человека, у каждого человека есть своя картина мира, и она сейчас расширяется за счет вот этой гиперсвязанности и гиперавтоматизации и возможности в виртуальных пространствах что-то узнать, что-то получить. То есть, это начиная от того физического мира, куда ты ходишь на работу, ежедневный твой маршрут движения, твой город, твое село или улица, и к этому прибавляется огромное количество знаний, которые мы не можем структурировать. Это на нас, так сказать, как лава, как поток движется, и мы вот в этой мультимодальной системе пытаемся найти себя. Поэтому здесь, опять же, очень трудно говорить об этом вопросе в каких-то рамочных понятиях. Его нужно ставить применительно к конкретному человеку, к конкретной социальной группе, к конкретному целеполаганию, так сказать, что мы хотим либо защититься, либо развиваться. Но в целом, если говорить о роли искусственного интеллекта в этом, то, конечно, безусловно, это достаточно серьезные угрозы возникают, поскольку возможности и манипуляции, и возможности затруднить эту верификацию, о которой спрашивал ударе, они, конечно, колоссальны. И возвращаясь к вопросу этики, о чем я тоже хотел сказать, что важно, на мой взгляд, что этичного искусственного интеллекта не существует в принципе. Искусственный интеллект не создается как этичный, это просто на том этапе развития, который мы видим сейчас, то есть не сильный искусственный интеллект, он не может быть этичным изначально. Этичным его делает человек, закладывая правильные репрезентативные качественные данные, настраивая алгоритм, даже если он не до конца понимает, как он работает, он должен смотреть на решение этой системы и так далее и тому подобное. То есть я против категорических формулировок этичность системы, этичность искусственного интеллекта и прочее. Можно говорить об этичности решений, и об этичности тех акторов, которые принимают участие в создании искусственного системы искусственного интеллекта на разных жизненных циклах. Коллеги, есть ли еще комментарии, потому что я хочу не согласиться с Андреем, но хочу сначала вас послушать, если что, добавить. Ну, не знаю, я какой-то комментарий могу, конечно, сделать по поводу верификации, по поводу жизни в социальных сетях, в жизни людей в информационном пространстве, да, ну, конечно, много есть дискуссий по поводу того, насколько, каков положительный эффект и каков отрицательный эффект так называемых этих информационных капсул, да, которые попадает человек благодаря различным алгоритмам, которые отсеивают вам контент и предлагают, вроде это удобно, но с другой стороны это ограничивает вас, да, то есть вы не можете увидеть что-то новое, все время крутится то же самое и так далее, ну, или эта выборка, ну, хорошо, она может быть, да, вот алгоритм подумал, что это может быть неинтересно, но тогда как я узнаю что-то новое, а вдруг он не до конца узнал меня этот алгоритм, то есть, конечно, тут дискуссий очень много про эти так называемые вот эту информационную инкапсулированность, насколько она положительная, что-то положительное нам дает или что-то отрицательное, там, безусловно, есть удобство, и вот все сказали, что мы как-то, человек постоянно находится в ситуации как-то пользы или нам кто-то причинит вред, и вот мы выбираем отдать свои данные, получить пользу, или все-таки защититься, как бы оказаться более защищенным, но мы вот как-то забываем такую черту человеческой природы, как то, что нам очень сложно отказаться от того, что нам удобно, то есть, ради удобства мы готовы пойти на многое, мы отдадим любые данные, если нам что-то удобно, а вот мы платим, например, ну, как бы оплата при помощи телефона, который распознает наше лицо, удобно, отлично, пусть эти данные куда угодно улетают, если мне это очень удобно, значит, это оплата в мгновение, не надо вводить никакой там пин-код, помнить этот пин-код и так далее, то есть, и этим пользуются, вот мне кажется, это такая черта человека, которую мы часто забываем, но по поводу вообще такого вопроса насчет верификации в настоящий мир или нет, мне это напоминает дилемку слепсизма философии, на самом деле рационально доказать о том, что вообще есть некий мир вокруг нас, невозможно, в это можно только поверить, то есть, это только здравый смысл нам говорит о существовании внешнего мира и нас, поэтому тут такой, конечно, вопрос, не факт, что вообще что-либо существует, доказать рационально это невозможно, только верить. Илона, я буквально одну фразу вставлю, просто потом забуду, эту проблему очень хорошо раскладывает Татьяна Черниговская, наверное, знаете, у нее много роликов и о цивилизационном сломе и так далее, поэтому кто интересуется, может посмотреть Татьяну Черниговскую. С ней можно там в чем-то соглашаться, в чем-то нет, но вопрос она ставит интересный. Она, кстати, больше ставит вопросов, чем на них отвечает. Комментарий у Юрия был, насколько я поняла, по чату, потом Дарья. Да, я хотел два момента отметить. То, что сказала Наталья Юрьевна, здесь, мне кажется, ну, вот эта проблема, то, что люди попадают в какие-то, как еще называют, эхокамеры, она часто связана с более простым явлением, то есть это новая ипостасия старого явления в мире. Человек всегда предрасположен к тем вещам, которые его интересуют. Просто информационное общество нам дало через цифровые технологии это сделать в формате подписок, опять же, на какие-то сервисы или на какие-то конкретные форумы, информационные блоки. И здесь цифровые технологии, они скорее подчеркивают то, что и до этого существовало, вот только цифровая реальность, как и во многих других вопросах, это ставит больше ребром, и здесь чаще появляются, скажем так, ситуации, в которых это можно по-настоящему манипулировать. Здесь вспоминаемы выборы Трампа 2016 года, когда очень много вы говорили, что вот эти вот закрытые информационные пространства, опять же, эхо-поля, в которых находились люди из-за алгоритмов, создают такое место в сети, на которое легче воздействовать, потому что ты можешь более конкретно понять, как на такого человека или на такую группу людей легче воздействовать, и здесь, опять же, мы возвращаемся к вопросам сверхперсонализации. Но что касается самой реальности, точнее, вопросов верификации, как вопрос был поставлен ранее, здесь тоже существует на данный момент, кстати, тоже распространившееся мнение после выборов 2016 года и Брексита и так далее. Появилась такая, ну, не столько теория, сколько концептуальные рамки или подход, который говорил нам про то, что у нас мир скатывается в постправду. Чаще всего это понятие используется скорее как штамп, чем как в действительности что-то научное, но за этим кроется тоже немало интересного, потому что, во-первых, то, что мы видим в сети, оно чаще не всегда прозрачное, и мы не до конца понимаем, где находится эмоциональная составляющая пользователей, где это включаются какие-то боты, которые настроены на воспроизведение негативных комментариев и так далее. И, учитывая, опять же, последние тренды, связанные с дипфейками, это все нагромождает наше цифровое пространство не совсем понятным миром, не всегда очевидным, и в таком мире для нас правда или реальность до определенной степени ускользает. Тут дальше уже вопрос, насколько мы абсолютно анализируем такую ситуацию. Кто-то может сказать, что да, у нас в интернет-пространстве каждый может анонимно писать что угодно, и отсюда непонятно, что в действительности настоящее, но с другой стороны мы все равно сейчас все здесь сидим и более-менее понимаем, с кем мы общаемся, поэтому тут существуют разные грани, но это в качестве такого комментария не совсем ответа, наверное, на вопрос. Дарья? У меня вот тоже комментарий не совсем ответ на вопрос. Я бы хотела по поводу реальности или нереальности мира немножечко поговорить о таких очень печальных и в то же время совершенно мирских вещах. Одно если так заняться сценарным анализом того, как существующие продукты ИИ могут быть использованы террористами, можно рассмотреть такой сценарий будущего теракта при помощи анализа тональности человек, ну, допустим, ультраправые террористы отслеживают какого-либо левого активиста. Кстати, в эпоху до ИИ, прошу прощения, меня слышно? Немножко задержка, по крайней мере, у меня. Тоже слышно. Ура. Так вот, в эпоху до ИИ в обычных интернет-форумах ультраправые экстремисты в Европе передавали данные о левых активистах друг другу достаточно активно. Так вот, путем анализа тональности прослеживается потенциальная жертва, допустим, активист движения конкурента. Потом, после выяснения предпочтений человека, используются алгоритмы, которые прослеживают его, уже готовые алгоритмы террористов в Тунисе это применяли, отслеживаются передвижения физические, и в какой-то момент мы можем предположить, что могут быть похищены данные путем фишинговой атаки, и человек получит персонализированное, вот такое сверхперсонализированное письмо, возможно, якобы от лица, которому он доверяет, с приглашением посетить какое-то общественное мероприятие, которое ему будет интересно с точки зрения политической, то есть посетить клуб по интересам. Человек доверяет этому сообщению, идет на место предполагаемой встречи, его там убивают. Предположим, таких жертв несколько. Так вот, если мы, ну да, вот по поводу десяти негритят, это сценарный анализ. Мы можем предположить самые разные сценарии террористических атак, если мы видим, что хоть какие-то продукты более-менее становятся дешевые, доступные, самым разным актерам, не обязательно государственным, не обязательно крупному бизнесу. И, к сожалению, террористы учатся. У них есть уже фантастические антиутопии, где фигурирует ИИ, у них уже есть в пропагандистских произведениях образ сильного ИИ, хотя в реальности сильного ИИ пока еще нет. и они уже так распространяют среди своих сторонников призывы более активно познавать технологию, в том числе не только и самого по себе, а, кстати, нейроинтерфейсов. То есть по мере того, как технологии с одной стороны развиваются, а с другой стороны удешевляются, к сожалению, мы можем предположить появление мира, в котором описанный мною сценарий будет возможен. Так вот, меня очень мучает вопрос, насколько можно это предотвратить, в том числе путем верификации в реальной жизни. К примеру, постоянное общение внутри политической ячейки личное, постоянное обновление знаний об эмоциях твоих соратников, о планах твоих соратников. Я вполне понимаю, что сообщения персонализированные могут быть такими, что в спешке, в какой-то, в каких-то расстроенных чувствах, при самых разных обстоятельствах человек может им поверить. Но с точки зрения безопасности, вот как вы считаете, возможно ли минимизировать этот ущерб человеческой жизни, здоровью через личное общение. И еще мне хотелось бы такой маленький комментарий вставить. Есть самые разные мнения в научном сообществе о том, что доверяя важное решение машине, человек теряет, скажем так, психологические компетенции к принятию этих важных решений. Вот Наталья говорила о проблеме очень животрепещущей летального, автономного летального оружия. И обсуждается опасность, что по мере того, как автономное летальное оружие будет распространяться, те люди, которые будут направлять его против других, будут терять эмпатию. Это проблема человека, это проблема информационно-психологическая. И вот тут мне хотелось бы поставить вопрос, попросить обменяться мнениями о возможных путях противодействия. Мы, как гуманитарии, можем, кстати, оперировать категориями реальности. Реальное общение, верификация цифрового мира. Как вам кажется? Дарья, спасибо за предложенную уголовно подумать о коллеге. Дарья, вопросов было несколько и меньше трех. Каждый вопрос... Я прошу прощения. Это отдельная дискуссия, но могу лишь в этом контексте сказать следующее. В этих всех проблемах надо построить определенную иерархию, идти от большого к малому. И, собственно, вопрос стоит о том, насколько жизнь человека переходит в виртуальную среду. И здесь, когда, если там лет 10 назад говорили, задавали вопрос такого плана, что кого нет в интернете, того нет в жизни. Но это немножко было смешно, люди улыбались, но сейчас это достаточно важный вопрос, потому что действительно человек по своей сути рожден для того, чтобы что-то придумывать и наш мир совершенствовать. Вот мы совершенствовались для того, что у нас цифровые технологии развиваются достаточно активно и уже без этой цифровой среды, смотрите, мы не можем построить свой бизнес, мы не можем быть участником полноценного рынка, мы не можем быть даже полноценным гражданином, потому что без госуслуг, наверное, достаточно сложно. Вот давече я позавчера пришел в банк менять карточку, ну просто карточка истек срок и, значит, сел к оператору, он говорит, скажите, кот вам на смс-ку пришла, я говорю, если бы я пришел без телефона, а без телефона вы бы ее не получили, то есть, я говорю, ну вообще здорово, если пенсионер приходит за новой карточкой, у нее там какую-то пенсию начисляют, то он без телефона не может ее получить, то есть, вот, и так далее и тому подобное, то есть, речь, наверное, идет о той степени вовлеченности вот в эти цифровые коммуникации, цифровые транзакции, цифровую жизнь, и безусловно, одной из задач это противодействовать этому, то есть, помимо того огромного прогресса, который этот несет, то есть, мы должны ставить какие-то красные линии, значит, безусловно, этот вопрос достаточно сложный, его так мы вот не решим, и путем верификации в физическом мире, конечно, это нереально, мы не сможем с каждым своим партнером по бизнесу или там с каждым своим, скажем, визави в любой сфере деятельности встретиться в физическом мире сейчас уже и обсудить какой-то вопрос, поэтому задача здесь вот именно философская, как дальше развивать эти коммуникации, насколько мы позволим этому цифровому миру, значит, поглотить те наши традиционные устои и так далее, то есть я вовсе не являюсь противником в целом цифровизации, но вот эти вот гуманитарные цивилизационные вопросы, они сейчас стоят на повестке дня очень активно, и последнее, что хочу сказать, что вопросы развития искусственного интеллекта, там, супер-гипер-персонализации или прозрачности, они ведь, собственно, они упираются в то, вообще, насколько мы готовы идти сами, насколько мы понимаем, кто мы, зачем, и свои жизненные цели, и наши национальные цели, наши ориентиры и так далее, поэтому вопрос достаточно сложный. Юрий, Наталья, что добавить? Коллеги, ну вот, мне кажется, мы подошли как раз к такому термину, как техно-шовинизм, вот хочу его озвучить, ну, то есть, это вот такая, значит, надежда на технологии, что вот уверенность, что вот техника, она сделает лучше, чем человек, и как бы это такое направление мышления, когда мы видим какую-то задачу, и сразу начинаем думать, а вот как бы техника, и какая техника могла бы ее решить? Ну, там примеры, которые обычно приводят, это вот у нас есть уровень ДТП, очень много ДТП, ну давайте вот, как вот техника может их решить? О, ну давайте вот автономные, значит, автомобили будем изобретать, и мы как бы думаем в этом направлении, а может быть другой уход мысли, мы можем думать иначе, то есть, может быть, нам по-другому пробовать решать разные задачи, разные, не только этот пример, ну там, вот условно говоря, в этом случае обычно говорят, ну вот, а в чем причина ДТП, а вот, значит, водитель, он там засыпает, теряет концентрацию, ну может, надо как-то думать, как вот работать с водителем, значит, может быть, не так плохо, этот человеческий фактор, потому что, как известно, проблема автономных этих автомобилей решается, ну то есть, нулевое ДТП будет, когда будут только автономные машины, на дороге примерно как МКАД, и там просто людей не будет за рулем, когда вот ноль людей будет за рулем, тогда будет ноль ДТП, исключим полностью человеческий фактор, ну то есть, может быть, это вот должен быть некий слом в мышлении, то есть, мы, может быть, должны вот думать по-другому, не думать, что все наши проблемы лучше решит именно технология какая-то очередная, новая, но это, конечно, как правильно Андрей говорил, это может быть такое как бы мировоззрение, да, то есть, нет готовых решений на каждую конкретную задачу, но это может быть такая установка, что ли, да, вот, мировоззренческая, но понятно, что для человечества это сложно, особенно в нашу эпоху развития техники, технологий, которые очень стремительно развиваются. По поводу примера Дарья с потерей психологических компетенций, действительно, вот тоже очень известный этот пример, да, и он, по сути, развивается уже давно, это взаимоотношение человека и оружия, то есть, одно дело, вы взяли, вот там, в средние века вам надо взять там какое-то реально холодное оружие и выпустить кишки, то есть, вы должны все в крови стоять, вот это одно, чтобы убить врага, это одно психологическое, одна психологическая ситуация, вот, другое дело, вы уже можете там взять прицел откуда-то издалека, а сейчас вы, может быть, уже можете просто как в компьютерной игре на кнопочку нажать и где-то там, ну, вы не видите эту деревню или конкретных этих людей, которые погибли от ваших действий, ну, это просто такой вот квадратик на мониторе перед вами и есть, конечно, исследования на психологии, что это работает несколько иначе и человек изменяется, вот тоже нужно ли нам это, то есть, вот может быть, действительно, принципиально нужно по-другому мыслить. Насчет, кстати, еще Юрия хотела ответить по поводу, там, вот по поводу того, анонимности в интернете. Я, кстати, тут более позитивно настроена, я, у нас коллеги занимаются с этими вопросами, вот идентичности в интернете, как формируется идентичность и, в принципе, насколько я понимаю, там механизмы формирования идентичности, они схожи, то есть, вот у вас есть определенная идентичность в социуме, то есть, вы здесь, там, вы сын, там, или дочь, здесь вы сотрудник, там, ну, в организации, здесь вы студент, то есть, у вас разные идентичности, вот у вас в интернете тоже там какая-то идентичность работает, формируется, и вроде бы механизмы, они схожи, то есть, там нет такой, не знаю, я так, насколько я понимаю эти исследования, все-таки, нет таких опасений, что вот эта анонимность, она перечеркнет механизмы формирования идентичности человека, что-то вроде как все работает все равно, хотя это не решает, конечно, проблему верификации, но технически, да, вот как понять, что это все-таки он или она, вот, вот такой у меня комментарий. Спасибо. Я вижу два запроса на комментарии от слушателей, сейчас мы к ним вернемся. Юрий, есть что добавить или ответить Наталье? Ну, я разве что мог бы здесь ответить, что я не говорил в целом про утрату идентичности, я скорее, ну, подчеркнул тот момент, связанный с тем, что мы не уверены в подлинности людей, с которыми общаемся, и только в этом контексте я упоминал анонимность, а не про то, что у человека как бы исчезает какая-то социализация или какое-то ощущение причастности, наоборот, через интернет эту причастность можно легко создавать, находясь в специфических условиях, и можно множество таких идентичностей в зависимости от интересов, предпочтений и так далее. Ну, а про остальные вопросы я вот заслушался всех, кто выступал, поэтому, наверное, мне здесь добавить скорее ничего. Хорошо, спасибо. У нас есть два комментария от слушателей. Была первая Ирина, потом Андрей Романов. Ирина, пожалуйста. Да, благодарю. Я хотела бы немножко с другой стороны затронуть эту тему. Смотрите, у нас появились экосистемы, которые создают окологосударственные и не только крупные корпорации. Вот данные, которые они собирают из своих составных компонентов всего, что входит в эту экосистему, они очень четко и жестко нас профилируют для любых последующих целей. К вопросу, например, я прихожу в наш самый крупный банк и менеджер делает фотографию. Говорит, да, ну вот собираем биометрические данные. Меня при этом не спрашивают, хочу я этого или нет. Понимаете? То есть мы на самом деле вот бизнес-компоненты, а они у нас очень жестко будут связаны не только с экономикой, но и с государственными структурами и так далее. Мы предоставили о себе очень много. Вот. И дальше получается, что, да, я рада, что Андрея спросили, меня как-то сходу нет. А вот мы оказываемся еще в ситуации, когда это все можно очень хорошо использовать в чисто политических целях. Привет избирательной кампании. Профилирование позволяет оценить потенциал той или иной электоральной компоненты и, соответственно, тагетировать еще вдобавок и всему и политические усилия. То есть первый тезис. Как только мы слышим экосистема и она рассчитана действительно на массового пользователя, значит, это вот то самое достаточно глубокое профилирование, а потом привет алгоритма диплевинга. Все. Вот. Можем ли мы этому противостоять? Хотелось бы, но это не на уровне персонального человека. Я думаю, что ну только для того, кто вообще не пользуется ни интернетом, ни телефоном, ни везде таких нет. Спасибо. Спасибо, Ирина. Андрей? Коллеги, я видео включать не буду, тоже за пределами нормальной устойчивой связи. Хотел ну как бы ответить на вопрос, как я понял, который задала Дарья, как можно управлять в какой-то степени безопасностью, находясь вот в таком плотном кольце информационных скажем так, датчиков, которые собирают о вас всю информацию. На самом деле, как говорил Мюллер, штандарт верить нельзя никому, это с одной стороны, а с другой стороны, вот буквально почти 10 лет назад наш гур власти безопасности Евгений Касперский, но выступая на одной из конференций Международного союза электросвязи, сказал, что мы все, это вот 10 лет назад было, в 12-м году, почти 10 лет, живем в стеклянном доме, и вот собственно из этого надо исходить, то есть надо исходить, что кругом враги, и они знают о вас все, и вот дальше свою политику общения с внешней средой, но если вы тактильно не можете этого человека как-то проидентифицировать, вести себя исходя из двух этих концепций. Спасибо. Спасибо. Дарья? Хочется встречный вопрос, а не сломает ли эта психология человека, которая будет исходить из посылу, что кругом враги все чаще и чаще? Ну, я отвечу тогда, мне не сломало. Например, за 10 лет по крайней мере. Спасибо. Будем надеяться, что несмотря на то, что все люди разные, но критической массе людей все-таки не сломает. Но опять исходить из того, что может сломать, мы тоже должны. Ну, здесь еще маленький комментарий, извините. В общем, это основной призыв, который я пытаюсь довести до всех наших партнеров, слушателей, участников и так далее. В общем, короче, включать критическое мышление должно быть включено всегда. Его не надо включать, его не надо выключать. Вот в этом третий принцип, которым надо руководствоваться, на мой взгляд. Хорошо, друзья, у нас осталось 20 минут для дискуссии. Я думаю, стоит потихоньку подводить итоги того, что мы сегодня обсуждали, и все-таки вернуться к вопросу регулирования. Очень много было сказано и про различные психологические последствия, о том, о чем мы сейчас говорили, и о том, что это никуда не денется, все эти данные будут продолжать собираться, будут аккумулироваться в экосистемах или в государствах, или в частных компаниях, к которым не будет доступа ни у пользователей, ни у тех же государств. Что с этим делать? Регулирование, оно вообще нужно? На каком уровне? На локальном ли? На региональном ли? На каком-то международном? Заинтересовано ли вообще государство это как-то регулировать? Или у них как бы и так все нормально? У них есть какие-то частные теневые договоренности, и они получают то, что им нужно тогда, когда им нужно? Что с этим делать? Сопротивляться. Цифровое сопротивление партизанские отряды пользователей. Давайте я попробую кратко вот сформулировать, что я думаю на этот счет. Опять же, вот если говорить о регулировании вообще, мы ни к чему не придем. То есть нужно говорить о регулировании применительно к конкретным предметным областям. Если мы говорим о персонализации или прозрачности, то, наверное, речь идет о защите персональных данных и защите о цифровой среде человека. И здесь нужно, безусловно, идти поэтапно к регулированию, но чтобы идти к этому регулированию, мы должны хотя бы определиться в терминах, потому что даже вопросы терминологии и того предмета, о котором мы говорим, это достаточно сложная тема. То есть если там взять такие термины, как анонимизация, деперсонализация, обезличивание и так далее, и так далее. То есть этого консенсуса даже по этим понятиям нет в странах. То есть мы, например, изучали европейский опыт, опыт США, Китая, и нет единого понимания вот даже этих вопросов. Поэтому вопросы эти настолько многогранные, что нужно решать их поэтапно, идти от вопросов, наверное, от решения стандартизации, то есть принимать гармонизированные и согласительные документы по терминологии, по концептам, по пониманию предмета, о чем мы говорим, и дальше постепенно продвигаться. Но дальше мы встанем перед важнейшим вопросом, вопросом справедливости. То есть здесь речь идет о том, что мы как раз говорили об этом, касались, что научно-технический прогресс отнюдь не является условием духовного роста. То есть человек остается таким же, каким он был, и наши морально-нравственные убеждения, да, они меняются цивилизационно, они меняются, безусловно, прогресс в этом есть, но вот в данном случае такой прямой пропорции, наверное, трудно говорить. Поэтому вопросы справедливости тоже нельзя решать универсально, тоже нельзя решать глобально. Их нужно решать предметно конкретной области, и, безусловно, здесь вопросы географии, этноса, культуры, религии будут системообразующими. Мы не можем давать каких-то рецептов глобального мира. Хотя мир идет к тому, что все гиперсвязано, как я уже говорил, да, мы становимся, планеты становятся все меньше, но, тем не менее, эти различия, которые имеют право на существование, они остаются между людьми. Поэтому вопросы регулирования, безусловно, нужно решать по какой-то четко выработанной матрице, которую сейчас пытаются предложить и там разные международные организации, и страновые кейсы есть. Но, опять же, такой согласительной позиции ее трудно выработать, потому что существуют экономические интересы государства, геополитические интересы государства, и интересы граждан, интересы защиты государства. Все это пересекается, найти баланс в этом достаточно сложно, и говорить однозначно что и как мы должны регулировать весьма сложно. Спасибо. Дарья? Мне хотелось бы немножко сделать акцент не столько в вопросе регулирования на религиозно-культурных, может быть, вещах, сколько на правовых. мы с коллегой мониторили законодательство в области, например, злономеренного использования дипфейков, которые существуют в Китае, потом было принято в США, и в принципе мне вот близко понимание, что пока основным актером действия является человек, мы исходим от того, что признается преступлениями в человеческом мире. То есть независимо от культурной, религиозной принадлежности того или иного гражданина государства, если этот гражданин чувствует ущерб репутации, который ему нанесли с помощью и неправомерной, это преступление. Если он понес какие-то лишения материальные, ущерб здоровью и даже убийства, это преступление. И я бы тут предложила исходить из того, исходить из последствий, которые ждут человека от такого злонамеренного использования. Я просто останусь в своей области и независимо от того, какими инструментами совершается преступление, оно таковым остается. Тут бы мне хотелось немножко отстаивать правоцентричный подход. А что касается политического, экономического противоборства, вот пока до мирового сообщества в широком смысле, международных организаций, наднациональных органов, крупнейших государств, до всех более-менее не дойдет понимание, что глобальные проблемы существуют для всех. и к сожалению, как показывают примеры работы с источниками по терроризму, плохие парни часто учатся гораздо быстрее, чем хорошие. И вне зависимости от наших национальных ценностей, наших приоритетов национальных, они проведут теракт исключительно потому, что им нужно экономическое решение государства. Вот здесь немножко тоже спуститься в правовую и психологическую сферу. Спасибо. Дарья, спасибо. Наталья, Юрий? Я бы, может быть, ответил на вопрос о регулировании немножко с другой позиции, то есть этот же вопрос не всегда только о конкретном законодательном и правовом предотвращении угрозы. Если мы смотрим на вопрос этиченного или неэтичного применения, злонамеренного или незлонамеренного, тут можно помимо регулирования обратиться к другим механизмам, более, скажем так, адаптивным, более мягким, связанными в частности с тем, что требуется определенная просветительская составляющая, грубо говоря, постоянное освещение, ну, отчасти то, чем мы и сейчас занимаемся, и то, чем занимаются ученые и различные организации, это донесение до людей самой проблемы. Это очень долгосрочное и оно не поспевает действиями тех самых плохих парней, за намеренных акторов, но это скорее механизм, который бы позволил обществу постепенно двигаться к изменившимся правым и не только реалиям. Сюда же можно было бы отнести и этические правила. Они, опять же, не поспевают за существующим положением дел, в частности, проблем с терминологией, но, насколько мне известно, в других сферах, не касаясь сейчас конкретно ИН, но, например, сферы модерации контентом, предпринимаются попытки по созданию глобальных международных глоссариев, об этом говорилось, например, на последнем когда была отдельная секция, посвященная модерации, не надо быть излишним оптимистом, потому что придумать такой общий глоссарий, в котором что-то было бы стандартизировано, без наличия глобального актора невозможно, а дальше даже при наличии его это никак не гарантирует, что люди будут здесь взаимодействовать успешно, поэтому здесь следует все-таки сделать акцент на, как было сказано, критическом мышлении, просвещении и понимании того, что вообще происходит, в какой мы среде существуем, а регулирование, оно в действительности больше зависит от конкретных географических, этнических, национальных особенностей, тут глобального единого ответа не существует и не может быть. Наталья? Я практически со всеми коллегами соглашусь с многими тезисами, но на самом деле могу повторить только то, что я в самом начале говорила, и этика может сформулировать некие принципы, ценности, а есть более универсальные, есть более специфические, психологические, но, как мне кажется, все-таки этика практически не доходит до статей запрета, то есть, например, есть такое направление, как биоэтика, это вот про медицину, трансплантология, эмбрионы и так далее, то есть там речь прям про жизнь и смерть человека, что считать вообще жизнью и смертью и так далее на этой грани, и там еще мало примеров того, что действительно запрещено, там эксперименты над эмбрионами до определенного срока, клонирование человека, ну то есть это вот, чтобы этика что-то запретила раз и навсегда, это, мне кажется, скорее регулятив, этика это регулятив, это то, что мы декларируем, те моральные, морально-нравственные принципы, которым мы хотим соответствовать, да, в этике есть, скажем так, нормативная часть, как должно быть и дескриптивная, то как есть, то есть мы можем описывать как есть и мы можем пытаться сформулировать то, как должно быть, вот, я думаю, что поэтому, ну, там, где есть уже запреты, это вот, как правильно Дарья сказала, это уже, это право уже, это область права, да, преступления, там другие совершенно, другие совершенно категории, вот, и опять же соглашусь с Юрием тоже, что задача, наверное, гуманитария в том, чтобы просвещать, есть такая, ну, скажем так, такой подход, как, скажем так, гуманитарное сопровождение инноваций, экспертиза и сопровождение, то есть, когда некоторые инновации приходят в нашу жизнь, мы невозможно, это невозможно остановить, просто, технологический прогресс в каких-то направлениях, и гуманитарий, он может только рассказывать, просвещать, говорить о том, что, что это такое, что это за технология, и как нам с ней жить, так, чтобы это было максимально, ну, максимально морально, максимально комфортно, если мы к этому стремимся. Ну, и, конечно, предупреждать об опасности, угрозах, по-моему, об этом сегодня тоже подробно говорили, что, конечно, технология любая может быть использована как во благо, так и во вред, не знаю, там, молотком можно гвоздь забить, можно человека убить, вот, и в этом ключе мы тоже всегда должны думать, в ключе безопасности, здесь очевидны некие регулятивы, но они, мне кажется, в области права как раз. Спасибо. И вот в последние 10 минут у меня тогда будет последний вопрос, он подозревает вообще короткий ответ но задам я его сейчас длинно. Ну, понятно, что с регулированием это очень сложный вопрос, и, как говорил Андрей, действительно надо понять, что конкретно мы сейчас регулируем. В данном случае, скорее всего, идет речь о персональных данных, о их обороте, хранении и так далее. И понятно, что даже если государства на локальном уровне могут выработать какой-то фреймворк, есть какой-нибудь нормативный акт, на бумаге, да, есть вот эти вот принципы и нормы, да, хранения и обработки персональных данных, в реальности это может не работать, да, особенно если это какие-то транснациональные вещи, да, вот этот обмен данными между странами, между компаниями, это все очень сложно. С другой стороны, да, у нас есть вот эти риски, которые мы сегодня обсудили, совершенно разные направления, да, где, откуда может прилететь, да, какая-то угроза конкретному пользователю. Что тогда делать? Мы уже обсудили вариант с цифровым партизанством, да, не пользоваться интернетом, не засвечивать свои данные, не делать свою личность настолько прозрачной в интернете, в цифровом вообще мире. Юрий высказал идею про просвещение, да, что не так страшен черт, как его молюют, надо разбираться в алгоритмах, как это все работает, насколько полно собирается и где используется. Но вот кроме этого, есть еще у пользователя, да, вот простого обычного пользователя какие-то рычаги влияния, хотя бы даже на те же большие компании, которые сейчас в основном, собственно, и собирают вот эти данные. Что-то вообще можно сделать в этом случае или нет? Вот, Дарья, вижу руку. Что касается рычагов влияния, тут надо еще получше подумать, конечно. А вот что касается просвещения, я еще хотела добавить, важно рассказывать людям не только как жить с технологией, на мой взгляд, а как жить с человеком. То есть рассказывать о психологических проблемах, о последствиях тех или иных поступках и в том числе социальных, психологических последствиях, связанных в том числе с применением этих технологий. И возвращаясь к узкой теме террористической вербовки, почему вербовались буквально 13-летние девочки, детей с самолета снимали? Потому что вербовщик, не потому что вербовщик действовал в социальной сети лишь только, потому что он нащупывал психологические уязвимости. И вот здесь, по-моему, важно донести до гражданина массово, что наши психологические уязвимости становятся более прозрачными. Но опять же, я не хочу войти в историю, как человек, который вообще все секьюритизирует. Я верю в то, что... И убеждена, что искусственный интеллект нужен, в медицине у него реальные успехи. И нам, к примеру, в образовании без него нам трудно будет развиваться в мире, где столько информации. Но, тем не менее, на мой взгляд, необходимо возвращение понимания человеческой сути человеком и своих уязвимостей в том числе. Спасибо. Коллеги, еще какие-то мысли на эту тему? Финальные? Я бы, наверное, дополнил, точнее, немножко сделал бы замечание касательно формулировки. Наверное, людям в процессе просвещения надо доносить не столько о самой сути алгоритма, потому что надеяться на то, что люди будут разбираться в понятии искусственный интеллект. Мы сами не можем понимать, что есть искусственный интеллект, поэтому тут скорее важнее осветить наличие, как было сказано до этого, наличие самой проблематики, самих угроз. И обозначить, что, безусловно, это технология, любая технология имеет возможность универсального использования, использования во благо. И просто от гражданина требуется взвешивание опасностей и возможностей в рациональном, опять же, в критичном соотношении без перегибов в ту или иную сторону. Тут, наверное, надо искать этот баланс. Возможно, помимо такой вот медиаграмотности или просвещения, можно было попадаться на какие-то технические решения, но здесь, опять же, чаще всего это становится порочным кругом, когда на каждый инструмент придумывается инструмент по противодействию ему, и дальше уже это все закручивается. Технологический рост производит просто новые средства, о которых мы потом уже говорим, как о новых угрозах. И вопрос о техническом решении, это скорее, наверное, тоже к техническому сообществу. Здесь у нас, получается, мы сегодня собрались как люди, связанные с наукой, гуманитарной наукой прежде всего. Поэтому, наверное, тут скорее возможно ответ с правовой точки зрения, либо с точки зрения просвещения. Спасибо. Андрей, у вас комментарии? Ну, мои комментарии такого большого порядка, что чтобы так ваш вопрос формулировать, защищаться и бороться с негативными тенденциями в цифровой среде, по сути, речь идет о борьбе со злом. Человек борется со злом на протяжении всей истории. Поэтому одно из важных элементов этой борьбы со злом стать самим, так сказать, внутри себя, найти те моральные и нравственные ориентиры для себя и, собственно, больше понять, как устроен мир. Вот именно вопросы искусственного интеллекта и то, о чем мы сейчас говорим, они обострили эту дискуссию. И сейчас мы наблюдаем, что люди начинают вот в контексте этой дискуссии и, собственно, пытаться понять, как устроен мир и кто мы и куда мы идем. И, собственно, без этого понимания бороться со злом, собственно, наверное, будет достаточно трудно. Поэтому из понимания вот этих морально-нравственных и духовных вещей и выстраиваются, собственно, законы, устройства общества и конкретные, конкретные, так сказать, акты нормативные и правовые. Это, конечно, все красиво сказано, но, так сказать, большие ориентиры тоже должны быть. Особенно у той молодежи, которая придет вот сейчас на смену и будет и будет стоять, будет держать в руках рычаги от этих всех технологий, которые можно повернуть в ту или иную сторону. Другой вопрос, ведь и большие ориентиры брать, если все живут в своих информационных пузырях, но это уже тема для отдельной дискуссии. Наталья Ивановича. Простите, не только ориентиры, но и возможности. Простите. Я даже не знаю, чем дополнить, тоже согласна с тем, что надо просвещать медиаграмотность и так далее. Это очень важно в современном образовании. Я думаю, даже для взрослых, для многих было бы полезно, безусловно. Но я не уверена, что я вот как бы не уверена, что человек способен себя ограничить и отказаться от удобства. Это вот мой тезис. То есть, если что-то удобно, вот эта информация, которая поступает, еще что-то такое, это такой очень сильный рычаг психологический, который будут использовать, и мы с вами не сможем от него отказаться. Но я не вижу своей задачи вот это оценивать плохо, хорошо, но оно так и есть. и надо в этом жить. И принимать. Выбирать свой путь, ну, в каком-то смысле что-то принимать. То есть, не все может изменить конкретный человек. Вот. Обстоятельства иногда превыше нас. Вот. То есть, и с критическим мышлением, я безусловно согласна, но это все вот уровень образования, который надо стараться поддерживать. еще вижу комментарии в чате про культуру отмены как инструмент. Владислав, а можете голосом прокомментировать, что конкретно вы имели в виду? Да, добрый вечер. Ну, по поводу персональных данных, их хранения, проводки и так далее, вполне себе известен случай, например, с тем же ВКонтакте, когда стало известно об их афилиации с государством, то большое количество пользователей просто удалили свои профили или перестали их ввести там. И мне кажется, что если мы говорим про действенные инструменты, то вполне возможно именно культура отмены может стать таким инструментом, когда пользователи не согласны с политикой тех или иных платформ будут просто оттуда уходить, тем самым показывая свое отношение к тем нарушениям, которые эти платформы производят. Ну, то есть это опять-таки ложится в логику вот этого цифрового партизанства. Потихонечку все будут уходить или переходить на какие-то собственные платформы, но это будет очень такое все фрагментарно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok